Сергей Алексеев, пожалуйста. Старая гвардия, театр поэтов. Поэтический. Этот город придумал царь. Этот царь ненавидел лето. Здесь на десять нетрезвых харь, семь художников, три поэта, а одиннадцатый талант, рано спившийся музыкант. На неведомые шиши облегчают свои карманы литераторы-алкаши, инсталляторы-наркоманы. Словно всех их придумал босх. Выедают друг другу мозг. Это женщина, это страна, забегаловка тоже это. Даже если пошвешь всех на и рванешься до края света, этот ад улетит с тобой вместе с этой вот головой. Проще думать, что все равно как-нибудь ты сбежишь отсюда, чем признать, что уже давно отравил этот город всю, до костей плоти кровь. Смотри. Ты не в нем. Это он внутри. Зря я зашел облегчить здесь немного карманы. Здесь испытания для глаз и ушных перепонок. В этом кафе собираются димобиланы. Главный Билан прямо в ухо орет из колонок. Я динозавр, я свидетель падения Рима. В этом макете мне странно искать свое место. Словно пришелец по ГОСТу я пью свое пиво. И уж давно не врубаюсь, куда же я влез-то. Столик напротив, компания крашеных Барби. Дима Билан продолжает бубнить по-английски. Мир из пластмассы. Везде разложил свои грабли. Все, что осталось, напиться подделанным виски. Два. Как зал скажет. Сердце отраивает. Читай один, а потом решил. Как хорошо быть тем, с кем изменяют. С кем спят, но никогда не обвиняют. Быть опытным, холодным подлецом, с порочным, привлекательным лицом. Осенней гнили, сладок, тусклый свет, хоть ни тепла, ни радости в нем нет. Как хорошо быть в тайны посвященном, попутчикам, в вагоне обреченном. Знать счет чужих измен, а самому не изменять вовеки никому. Поскольку не изменишь пустоте, и счет не тот, и правила не те. Как хорошо быть вечно посторонним, кого не ждут, не помнят, не хоронят. И ни побед не знать уже, ни бед, как будто сердца не было и нет. А та одна, победа и беда, уже не повторится никогда. Подняв глаза, не просят милость. Пуста, безоблачно, безбожно, бездонная, безперспективность. Как ты роскошно! Лопух, воюющий с крапивой, абсурд промышленной застройки. Допитый повод быть счастливым в бачке помойки. За липким столиком не надо, мечтать, надеяться, стремиться. Сидят, чиновник мармеладов с курьером пиццы. Наверное, еще по сотке, и дни не будут так жестоки. Все говорят, нет правды в водке, но нет и в соке. Сергей Алексеев, так обсуждать тебя нельзя? Может, автор, кстати, сказать, не хочу, чтобы ты ее обсуждали? Не будем, пожалуйста. Лариса громко хлопала. Да, говорилось. Я вот это мольмичное мнение. Я хочу сказать, что это лучшее, что я сегодня услышал. Это настоящее, настоящее форекс. Понятно, потому что я Сергея Алексеева знающий, я тоже его очень уважаю, стихи. Выступил он сегодня? Ну, что из его ручки? Нет, нет. Но это живая поэтия. Живая, там жизнь. Что ты в фигню больше? А что до этого мертвая была? Он читал, как мертвец, между прочим. Может, читал, да, но когда ты сам вышел, а про мертвую девочку что-то прочитал, это тоже было мертвое. А здесь нет. И жизнь. Ну, хорошо, такое мнение. Я присоединяюсь к Мишиному мнению, я его вижу впервые. И мне тоже понравилось, именно по динамике она очень интересная. Сергей Алексеев, понравилось. Хорошо, спасибо, Сергей Алексеев. Хочешь, чем-то поругать? Да. Есть, кому не понравилось? Не мнение, а просьба про небо окраин прочитайте. Еще один стих? Да, давай, небо окраин. Что тебе рассказать про огромное небо окраин, про великий покой безмятежно гниющей реки? Это можно назвать не особо удавшимся рай. Все равно, дозови хоть тюрьмой, все равно мы с тобой земляки. Что тебе рассказать про кусок зачерствевшего хлеба, про пролитую кровь, про легко позабытую честь? Ты же знаешь, в глазах есть кусочек огромного неба. Небо видело все и осталось таким же, как есть. Что же с миссией плачет? Это стоит и смеха, и плача. Это стоит любви, стоит страха, и стоит венца. Грустные сказки про нас никогда не случится иначе. Мне уже все равно не придумать другого конца. Спасибо. Сергей Алексеев. Немного, например, лебедь умирающий, но все-таки стихи замечательные. Серега, раньше ты активнее исполнял, что-то ты сбивался. Я старею. А ты репетировал дома вообще? Нет. А в театре поэтов лучше дома перед зеркалом как-то исполнить вообще сначала. Не, ну я понимаю, что ты профи там и так далее.